Пенсионная реформа Парламентское обсуждение продлилось более четырех часов и в основном говорили о том, что реформа назрела давно. Это решение не просто назрело, оно перезрело, цитирует информагентство участников слушаний. В свойственной манере свою альтернативу реформе предложил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Все олигархи должны сдать деньги в казну, заявил он. Однако такую идею не одобрили, аргументируя, если сложить деньги людей первой двадцатки Форбс, то их хватит на пять лет, а потом и отнимать будет не у кого. Волгоградские парламентарии также приняли участие в парламентских слушаниях. Наш регион представили спикер регионального парламента Николай Семисотов, его зам Сергей Горняков и председатель профильного комитета Татьяна Бухтина. А тем временем в нашем регионе была зарегистрирована инициативная группа по проведению всероссийского референдума по пенсионному вопросу. В ее состав входит 136 человек. Они предлагают вынести на всероссийское обсуждение вопрос, поддерживаете ли вы то, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижении которого возникает право на пенсию по старости, не может быть увеличен. Теперь такие же собрания группа должна провести в 42 регионах страны, затем зарегистрироваться в избиркомах и ЦИК России. В случае успешного процесса регистрации у активистов будет 45 дней на сбор 2 миллионов подписей. Областная статистика опубликовала доклад о социально-экономическом положении дел в нашем регионе в первой половине года. Если отбросить сухие общие цифры, статисты утверждают, что средняя зарплата в июне составила 31 607 рублей и выросла за год более чем на 7%. Даже в сравнении с маем этого года рост зарплаты составил практически 1 тысячу рублей. Однако многие жители региона, чьи реальные доходы продолжают падать уже не первый год, со скептической улыбкой восприняли эту новость. Большинство жителей региона вынуждены увеличивать расходы на услуги ЖКХ, приобретение продуктов питания, цены на которые регулярно растут. Поэтому по данным той же статистики, реальные доходы населения лишь снижаются. Притом самая высокая заработная плата начисляется в добыче полезных ископаемых. Это более 50 тысяч рублей, где занято не так много жителей региона, а самая низкая в сфере услуг. Она не достигает даже 14 тысяч рублей. В России продолжается подготовка к началу учебного года. В этом году Роспотребнадзором было выдано более 16 тысяч предписаний на 54 тысячи мероприятий по приведению российских школ в порядок. 89% школ уже проверены на предмет закупок мебели и оборудования, изученный ремонт классов, качество питьевой воды, освещенности и благоустройства пришкольных территорий. Не обошлось и без нарушений. Уже вынесено штрафов на 195 миллионов рублей. Между тем, в Волгоградской области за последние 10 лет резко сократилось число детсадов, школ, колледжей и техникумов. Если 10 лет назад в регионе было 767 детских садиков, то в этом году 546. При том, что юных волгоградцев стало больше почти на 30 тысяч. Из 1300 школ 10 лет назад исчезли 458. При этом 250 тысяч ребят обучаются в 841 школе региона. Горожане собрали более 260 тысяч рублей на помощь 7-летнему Максиму Сазонтову. Теперь родители мальчика смогут купить малышу новые аппараты для ног. Когда Максим родился, ему диагностировали ДЦП, тетропорез и симптоматическую эпилепсию. Помощь ему нужна постоянно. Благодаря вниманию журналистов, деньги на новые аппараты удалось собрать в максимально короткие сроки. Теперь мама особенного малыша, Наталья, говорит. У Максима недавно закончился курс реабилитации, который малыш проходит с логопедом-дефектологом 4 раза в год. Помочь семье Сазонтовых может каждый желающий по номеру телефона мамы, который вы сейчас видите на своих экранах. Не оставила равнодушными и написанное детским почерком объявление, расклеенное на подъездах домов в одном из районов Волгограда. Уважаемые жильцы, просим вас не быть черствыми и неравнодушными. Очень нужно лекарство Нематоп. Помогите вылечить маму. Спасибо, Иван. Мама шестиклассника оказалась на грани жизни и смерти после инсульта. Врачи прописали волгоградские лекарства Нематоп, которые семья так и не смогла купить. Вопрос даже не в цене. Лекарство попросту не оказалось в аптеках города и столицы. Аналогов ему нету. Лекарства искали буквально всей страной. Объявление Вани тронуло людей. Проникли все. Лекарства искали депутаты, политики, жители всей страны. Школьник Ваня искренне верил, что препарат спасет маму. Но на этой неделе 43-летняя Светлана была вновь госпитализирована в реанимацию с диагнозом аневризма сосудов головного мозга. Она не успела, как мечтала, собрать сына в школу. Сейчас за ее состоянием наблюдают лучшие специалисты Волгоградской области. Редакция программы однозначно выражает надежду, что мама маленького Вани сможет победить болезнь. Связаться с семьей можно по телефону, который вы сейчас видите на своих экранах. К сожалению, это единичные случаи, тронувшие жителей страны и получившие общественное внимание. Но таких критических ситуаций хватает. Давайте будем добрее и неравнодушны к чужим бедам.